вот сегодня воскресенье должно быть 26 ноября вот я тут занимаюсь утра с 3 часов утра все это все так и идет а уже утро идет вовсю уже сколько сейчас время посмотрю 6 часов 13 минут три часа я уже за компьютером вот володя сидит это его сидение тут вот видите как мы здесь живем так подожди подожди куда ты под побежала подожди к вот я тут кладу так она под это подожди подожди сейчас я положу здесь и ящик вас такой вот она под него залазит вот она это поля там и до войны как играет она и перевернулась а чтобы меня трогать коготками ну вот это володя стряпает кого стряпать никого не стряпают стряпает а варит варит все это уже прям за этим же столом вот она прям рядом роман со своей игрушкой сидит вот пожалуйста вот такая какая у нас тут тесно а тут два ведра воды прям тоже вот стол один картошка сегодня рыба завтра уже заговор не будет последний день молосная вот вот смотрите на одном столе сколько умещается всего тут у нас и водопровод чего тут рядом рукомойник течет вода накапает чтобы в баночку собрать вот и как все просто а внизу что посмотрите не переполнено на ли ведро внизу вот как то что большие площади акули полигона то и не очень всегда нужны вот как можем так и так выпусти ее сюда стенки на время его тоже выброси я боюсь он стала у меня там собьет хотя бы на несколько минут не замерзнет пусть там мышек погоняет поля 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 вот она бери туда бери она убежит вот она ко мне прибежала сразу все дуду обратно попробуй достать иди лови вот она бери скорее кого смотришь то даже ела уже выпусти ее туда вот так пускай маленько у меня там сегодня события я ну как называется она за это пророчество то не капустина ну его знают там в израиле вы многое сделал чтобы там россия была так здесь интересная информация но что капустин он же заложил там один храм на горе да ну и написал как бы его потом нашли архив выкопали где-то в пещере он прочитали там что он заложил храм но ему не давно его достроить а он будет достроен после его смерти и освещать этот храм будет предтечь антихрист храм этот уже достроена освещал его кирилл гоняй вот так ну так что притечь антихриста что один из притечи их много не понял я это притечи антихриста так оно патриарха да мы все но как это как их много то есть по сути так нельзя нельзя там я подумал сказал какое-то определение вот говорит ну клоун то и не мог говорить про патриархи кирилла то он сказал просто он не сказал что благотворил патриархи он сказал что будет его освещать предтечь антихриста я понятно понятно а почему подряд кире от тут предплели сюда потому что он освещал кирилл то ну по притечи антихриста будет освещать он сказал да осветит он светил все освещен бун дай а это сколько же лет прошло и все никто не освещал его да обман же это такого не может быть храм стоял бы не освещенный ждали кирилла а то на кирилла камни катят. Достроили как раз. Да не может быть, чтобы строили-то. До революции все это было. Столетия использовали. Ну что, сто лет строили? Да глупость. Это интернет. Мозги пудрят, а ты веришь. Сто лет только не бывает нигде. Таких храмов не было. Вообще ни одного не было. Ну, поживем, увидим. Это от ненависти к патриарху Кириллу они все подгоняют сюда. Безбожники пишут, а ты веришь им. Нельзя это. Патриарх вас вещал теперь. Ага, освещал. А он сказал, договорил ли он еще нету. Ну, комбинаторы всякие стоят там. Вот они видят их где-то. Патриарх. Держит голубя. И голубя давит он сильно. Кого благословляет? В руке молоток, говорит, ударил по голове. Он безумие. Они ничего не имеют, кто говорят. Ничего не построили. Ничего не сходится. Ты начинаешь говорить. Он вот я стал говорить. Вот таком уже. Ну, и он... Ну, увидел. Я ему сразу доказал. Вот это не сходит. Он захохотал и говорит. Надо же, говорит. И вы первые, которые сразу догадались, что это неправда. А я говорю, так я это запустил. Я это запустил и все. И люди верят в это. Вот он сидит цыган. А он у баптиста пооптерся уже и приехал. И говорит, что я бывший священник. Я вот отошел. Стал таким-то, то другое. Ну, они верят баптисты. Пришли ко мне на дом и говорят. Вот у нас приехал цыган. Цыган. Я говорю, цыган был священником. Ну, вы думайте маленько. О чем говорите? Ну, и когда он пришел ко мне, я сразу раз... И его арестовали. У меня прямо на работе. Его привели в милицию. Я пошел с ним вместе с работы. Я дежурный был. И стали его допрашивать. Ну, мошенник. Обманул. А... Стали спрашивать. А он как поднялся. Как начал материться. Да никакой я не священник. Что он говорит, батя? Да не было никогда этого. Он врет все. Ну, а тут сидят и баптисты. Мы пришли. Сколько человек. Вот и все. Да я никогда не был. Я тогда трубку... Дайте телефонную трубку. Я позвонил. Кто ли Петеримову? Вот Алину мужу. Я говорю, ты мне про него нахвалил. Говорил. Это он обманщик? А как вы узнали? Да очень просто. Ну, мы его спрашивали. Местописание где-то. Да он у вас тут нахватался. Два местописания назвал, и мы поплыли. Я сказал, вот в ходе архиерейском, в большая их тени, а как будет? Он рот разлинул, посел, засмеялся и говорит, вы меня сразу раскусили. И все. Ну, вот он стоит, патриарх. Ну, вот он там поцеловался. Даже не поцеловался. Щекой потерлись друг от друга. Еще. Еще. Какой он грех сделал? А зачем мы молимся об объединении всех во единство веры? Вы экуменист, оказывается. А? Экуменист вы. Ну, а экуменист, другое дело, экуменист. Я не об этом. Как он? Он говорит, что у них один бог. То есть у мусульман, у православных один бог. Не один бог. Что, Мохаммеду молится? Не один. Не один. Начнем завтра. Когда говорит об евреях, то говорит один. Причем он явный отступник. Что вы говорите? Ну, и что? Ну. Притечь Антихриста? Да. Ну, да, да. Что ты говоришь это? Притечь Антихриста. Да нет. Ну, молить какие-то данные даже. Как быстро мы к Антихристам записываем человека. Это никак не годится. Что говорит где-то не по слову где-то. Тут показать. Местописание. Никакого доказательства нет. Ну, он встретился в аэропорту. Как монахи поднялись. Два беса встретились. Ну, никакой не веры. Ну, это уже сейчас. Сейчас уже 17-й год. С 2006 года отступление. Еще подвергиваю. Да, на отступление при апостолах было. Отступление. Апостол прямо говорит. А кто пришли? Развратители. Лютые волки восстанут. Говорить будут превратно. Чтобы увлечь за собою. Разве это сегодня началось-то? Да нет. Ну, просто реально надо на это смотреть-то. Ну, реально. Ну, такого никогда не было. Чтобы все вы соединились. Роман, все они уже как католичили церковь православную. Какое крещение. Бритые. Вот он трется-то. И первый в 2006 или 2007 епископ Диамид восстал против этого. Он их обличил всех. Ну, обличил дальше. Ты куда он повел? Ну, повел. Куда повел? Он остался один и все. Куда он повел дальше? Дальше-то. Дальше единолично рукополагает епископа родного брата. Дальше с братом разошлись, началось все между ними. Ну, дальше-то. Против телефонов мобильных поднялся. Ты дальше договори, ты увидишь, что они как поврежденные. Сказал правильно. А дальше пошел и пошел. Там иконы. Он как будто не верующий. Ты за Диамид, а слышишь, мы каждый день молимся? Мы ежедневно молимся. Он мне не враг. Ну, нельзя так. И телефон, и все по боку. Ну, это не годится. А сам-то, Диамид, пошел народ проповедует, Господь послал. Нет. Он один из них. Дзюба. Фамилия его. Вот патриарх. Так патриарх-то еще выглядит по сравнению с папой-то Бритом. Даже не выскажешь, насколько лучше выглядит. А то сразу антихис или притеща. Что-то не знаю, то да. Для этого основания должно быть. Да, развратители народа. Это я согласен. Да, они любят честь свою здесь. Да, они избратили таинство. Я об этом пишу, об этом. Но тут начинают рога ему подрисовывать. Ну, всякие пакости делают, как маленькие ребятишки. Но за все же отвечать придется. Я не скажу ничего. Ну, если он лже-патриарх, ну так что? Он лже? И что? Какой он господин? Он мой не господин. Он у нас не господин. И мы никогда этого не примем. Мы никогда не примем. Вот когда к нам приезжали батюшки с московской патриархи. Ну, и они в алтаре там поминают великого нашего господина. Я всей своей душой понимаю, что он не мой господин. Он не мой господин. Я уже вот это последнее было. Я все, надеюсь и верю, что Господь не даст, что больше я уже не буду ходить в храм, когда они приедут. Он не мой господин. Зачем я буду молиться? Да тебе ты не молись, промолчи. Чего ты так это тупо смотришь-то? Как это в алтаре молитва? Не надо в алтаре. Ничего на тебя не действует это. Смотри. На меня действует. Мы ходим в церковь, а они поют о власти и воинства. Мы никогда тут не кланялись. Все на этом кончено. Я не участвую. Я участвую, допустим, где говорят прямо, считают, отче наш. Я еще скажу, не аминь скажу, а там молятся баптисты. Это не имеет значения. Молитва отче наш. Ну, нельзя так узко смотреть. Мы тогда сектанты просто глупые. Ну, давайте будем и коммунисты. Они говорят, приезжают, я разговариваю, допустим, с ними, я говорю, он мне никогда не был господином и не будет. Наша община не образовывалась в лоне патриархии. Никогда. Нам положено их обличать. Они вместе с ними брататься и хлеб, соль дарить. Надо говорить. Вы поминаете патриарха, лжепатриарха. Все. Да не об этом поминают. Это узость бабки какой-то смотришь. Когда вот здесь Игнатий обречает священников. У нас священники были. Сколько я им говорил. А потом сейчас спрашивают, как образовать общину. Я не буду там заходить. Ну, и будете с Женей двое сидеть. Женя не ходит, и ты не ходишь. Ну, и зачем это нужно? Это ты не прав, Роман, здесь. Я не буду ходить, когда они будут приезжать в гости. Ну, то разве это годится. И в храмы московской патриархии, где поминают, я стал непоминающим, понимаете? Я к ним присоединюсь. Ну, ты не поминаю, я не поминаю. Ну, и все. Но я молюсь на молитву, прошу Господь, дай ему родиться свыше. А это проще всего. Это все равно, что за беса молиться. Перестаньте. Не богохульствую. Все равно, что за беса. А то так себя настроил на этом, уперся в своем. Это нехорошо. Потому что Бог отнимет мир. Такое время, исповедничество. Нам надо оставаться в истине. А не поклоняться там перед всякими. В какой истине? В какой истине? В Господней истине. Ну, да Господня истина разве позволяет? Бог один. Иисус Христос, Святая Троица. Понимаете? Мы сейчас видим человека согрешающего, но не видим, говорит, кающегося. Но если он публично исповедует... Что исповедует? Что у него один и тот же Бог с мусульманами? Он наступил. Ну, это не соглашайся только и всего. И скажи опровергенно, пиши статью. Ну, я кто? Я просто мирянин. Ну, все на этом. Я это... Есть епископ. Я же не отвечаю, я мирянин. Лонгин облечил. Я писал письма ему лично. Земляк мой, епископ Лонгин. Я лично писал Пимену, Алексею Второму, Горбачеву, Ельцину. Там всем писал. Страшные обличительные письма. Меня в горком парке вызывали, тут трепали. Вы ничего этого не делали, начинаете митинговать. Нехорошо это. Какое митинговать? Ну, я просто... Нет. Ты напиши... Я бы сказал свою позицию, все. Да может через тебя Господь его обратит, но напиши так, чтобы было видно, что ты действительно верующий. А так просто... Да епископ его обличил. Причем здесь я? Епископ обличил, это правильно? Ну, епископ обличил, все. А я упоминать не буду. Ну, не поминай. Ну, не поминай. Не поминай, это твое дело. Ну, дальше-то зачем... Сейчас вот это движение непоминающих, это батюшки и епископы, которые остались... Ернети-то навешалось. Нет, это оставили с ним в истине. Вот. Где истина. Понимаешь, по одному какому-то факту, а я не буду там приходить, да так можно остаться вообще одному. Нехорошо это. Неправильно это. Он не такой. Я знаю, но он евреям, когда ездил, патриарх Алексей Второй, ты сказал, ваш Бог и наш Бог. Но это один Бог. Это другое. Другое дело, когда говорят Аллах, это другое. Тут другое. Это Данил Сысояп легко это доказал. А тут просто отмахнуть. А я не пойду. Да так можно разводиться без конца и... Нет, не так. Антонин сказал Капустин. Истина одна. Ну, обожди. Истина одна. Капустин сказал это или не сказал? У тебя доказательств никаких нету. Нету. Ну, кто-то написал. Ну, люди ни при чем не останавливаются. Роман, тебя не давили и не имели. На меня, когда показания давали священники, самые лживые. А я тут же при всех протянул руки к нему и благословился у него. И он сразу отступил. И все на этом заглохло. А по этим еду, дорога и рассуждает, который охранник. И надо же, говорит. Он и против него был. И подошел. И тогда эту кафедру, где выступает свидетель, оттащили от меня. Он неправильно, отец Михаил Скачков говорил. Показания. А когда я стал говорить, он тогда говорит. А я не говорил. А судья говорит, ваша подпись стоит. Как вы не говорили? А я говорю, отец Михаил, забыть это все, что было. Благословите меня. Я иду на страдания. Он сразу с радостью ко мне шагнул и благословил. И все. И с этим расстались. А теперь я молюсь за упокой его. А я бы уперся. А он на меня говорил антихриза. Нельзя так. Это даже не узость. Роман, я тебя разве обидел сейчас, сказал это. Я заботчица тебе. Я не о чем-то говорю, а именно осуждение. Вот это есть осуждение. Окончательно. Уже антихрист, сатана, и он без покаяния. Ты суд Божий восхищаешь. Не судите прежде времени никак. Потому что мы видим только внешне. Не забывай. Первое коринфянское 4-5. Возьми за эпиграф. Ты мне разве чужой? Так ты завтра найдешь что-то не так. Я батюшку не буду признавать. А как? Он ехал по монастырям. А он походил к патриарху. Да ты что делаешь-то? Вот они. Мы ходили в храмы московской патриархии. И когда молятся за власть и воинство, мы все знали. Мы стояли и не кланялись. Они сразу заметили. Почему не кланяемся? Потому что вы не обречаете эти власти. Как видение, говорят, было Алексею Второму-то. Вы, говорит, правители, не правители, а кривители. И не стоять вам по правую сторону Бога. В Феодосии ему явился при счастье. Вот когда Господь говорит в Писании, народ мой, выйди оттуда. Откуда? Откуда? От этой лжи церкви. Вот оно сейчас время подошло. И народ должен, Божий народ должен выйти оттуда. Сектанты это все говорят. Выйди, куда они вышли? Да что дальше есть-то? Куда? Потеряли все. Это вот главный лозунг сектантов. Написано. Да ты считай откуда? Кому говорит? Куда прилепил-то? Речь идет о городе блудности, не о церкви. Вот так уже. Там толкован. Что такое блудность? Город, стоящий на семи холмах. Куда вот? Смотри, второй стих. Жене было дано два крыла. Да. И она бежала в пустыню. Да. Толкование. Вот мы читаем толкование. Два крыла – это старый Новый Завет. Да. Бежала в пустыню. То есть, как первая церковь Христова начиналась. Куда в пустыню? Какую пустыню? Да нет, не об этом речь шла. Это, говорит, пустынная от зла. Толкование-то дано уже. Зачем самому толковать-то? Подгонять под ересь, которую сам придумал, под это богохульство. Вот это сейчас люди все понимают. Никак. Господь ложит им на сердце. Они действительно, как бы, они уходят просто из храма, где поминают лже-патриарха, но они находятся в церкви. Но один раз себе вдолбил, пока они в этом лже-патриарх. А для меня он истинный патриарх и благодатный. Для вас истинный, для меня лже-патриарх и благодатный. Но на этом-то... Вот для меня, допустим, мне двигаться некуда. Некуда. Я молюсь и благодарю Бога. Ну вы с ним молитесь. Ну молитесь дальше. Молитесь. Но если ты сказал лже-патриарх, тебе все время надо будет подпитку иметь. Из таких, которые богохульники. Вот в чем дело-то. Человек, который ушел из церкви, сектанты, они уже ничего не существуют церковного. А что златоуст? А что мне покажет златоуст? А он сидит, а он златоуст. Они все отвергли. Да не из церкви ушел. А сам патриарх, и которые за ним пошли, они отпали. Вот в чем дело-то. Так, теперь смотри. Они отпали. Они сами пошли по этому пути. Ну, отпали-то отпали. От креста-то не отреклись. Символ веры сохранен. Мы должны увидеть, что за этим идет. Мы, заметь, вот когда совещания-то были, будь внимательны сейчас, не отвлекайся. Вот это, признание, акт каноническом признании. Мы везде сказали провести собрание. Мы провели собрание и сказали, что мы категорически против. Но отец Аким поехал в Америку, там где в Наяке, где они собирались. Я сейчас не знаю, еще где-то были, как в Сакраменто или... Ну, то есть в Нью-Йорке были. Вот, сказали, какое решение примет там наш Синод, мы подчинимся ему. Но ни об объединении решила, никакого где-то не было. Акт о каноническом признании. А мы, нам не надо было акта, мы всегда признавали благодатность московского патриархата. Всегда. А если не благодатна, тогда у нас священника нет, и отец Аким там получал рукоположение. Ты дальше-то начинай глядеть. Тогда ничего и нету. Ничего вообще нету. Благодать дается от Бога. Напрямую. Это как бы... От человека зависит. Благодатная патриархия. Без благодатной... Они подряд все в одно гонят. Ну, благодать это серьезный вопрос. Ты нельзя играть. Благодать человеку. Говори без благодати. Благодать Господь дает индивидуально. Это уже Божья статья. А возьми, допустим, мы считаем, седьмой вселенский забор, третье правило. Если мирские власти тебя поставляли, то не действительно... А теперь дальше давай говорить. Ни одного не было греческого патриарха, которого не ставили бы мусульмане, под владышество которых они попали. И при том, кто больше денег даст. Маленькую историю-то посмотреть. Мы должны до конца договориться. Тогда настоящее рукоположение ни в греческой, ни в других церквах нету. Куда это годится? Так нам легче по другому пути пойти. Господи, воля Твоя да будет. Явно мы не видим ничего. Вот сейчас бы сказали, а вы ересь какую-то знаете за патриархом? Какую мне нужно показать? Мне придумать не надо. Каждое слово пишется. И за каждое слово отвечать придется. Вот так. Я молюсь за него. А они здесь называют господином. Ну и что? Он называет его, а я сразу сказал, а нам он не господин. Не господин. Я вижу его неправильные дела. И я написал ему об этом. Но я не сужу, только сказал практически, что вижу и знаю. А вот эти там, ну разная, там торговля, вином, водкой, табаком, это его дело. Вот у него там миллиарды. Да откуда мне считать деньги-то? Я бедный и одновременно богатый. И за него молюсь. И мне на душе легко. Я вижу, вот он поступил правильно. Вот здесь говорит, слова такие. Вот здесь он говорит против даже экуменизма, который, он уже не такой, он меняется. Меня упрекали. Вот вы знаете с коммунистами, там то другое, мэр города, проще. Я говорю, я вижу в глаза их, я слышу. Теперь он коммунист, а теперь вижу крестить ребенка. Что, ничего не произошло? Так нельзя. это, это, ну, тупо, сектански, узко. Я молюсь, меня совесть в этом не судит. Но в храме мы его не произносим. И имя, когда нет. А когда приезжает митрополит, тогда, да, они, они даже, он вот так, машет руками, там, отец Владимир, и в Духа Святого, Животворящего, а наша поедет, Духа Святого, Господа, истинного, Животворящего. И он остановил руку. Одно слово. А выпустил Никон. Веру-то приняли из Греции. Никон, ты куда ни кренися, как старобряцы. А вот мы, то другое не починились. А у них, то у старобряцев, ни в Ангелии, ничего нету своего-то. Все берут отсюда. Все берут от православных. А до этого, я с ними-то хорошо знаком. А они это все исказили Никоньяне. Вот я с хорошим человеком сижу, я говорю, ну вот почему это не едят православные? А не положено. А почему не положено-то? Ну свинина. Тогда придумали. Христу давали желчь свиную, и он ее осветил. Кстати, вы старобряцев напомнили. Но я недавно, как бы, смотрел этот Стоглавый собор. Да. Ну и там в 31-м разделе, а двоеперстия на перстосложение. Да. Ну и как бы 31-ю главу, если прочитать, то получается, вначале, вначале говорится, как слаживаются персты, то есть, для иереев. Да. То есть, это простерт, этот согнут, эти три вот так, то есть, это для благословения. Да, да. А потом, во второй части этого же раздела, указывается по-другому, как будто, про троеперстия говорит. Нет. Вот я попросил Виктора Николаевича разобраться, просто оно чуть-чуть сложно там написано, ну вот, 31-я глава. Соглавый собор сложно, а там просто люди на все сказаны. Ну вот 31-ю главу, я попрошу. Чтобы попытки рутся до крови, шесть статов кваса там давать. Да. Ну 31-ю главу, если будет время, я попрошу вас именно 31-ю главу разобрать. А что ее разбирать, зачем? Ну, ну, сам, даже у них, Федор Ефимович, у них пишет, это просто, пишет прямо, первые христиане молились одним перстом. А кто это говорит? Да и он Златоуст говорит, перстом. А какой не говорит? Ну ясное дело, что не именюзирует. Ну еще кто-то говорил об этом про Ивана Златоуста? А? Кроме Ивана Златоуста кто-то об этом еще говорит? Из святых отцов. А зачем говорит это? Почему достаточно? Недостаточно, этого мало. Ну я тебе скажу сейчас подряд, что мы считаем у апостола Павла никто никогда не говорил. И что, недостаточно? Это апостол, это апостол, а это святой отец. А это история. Святых отцов сотни. Это история, на него ссылаться, только больше нету, никто не оставит. Кто его знает? Может там перевели как-то не так. Надо, чтобы много было. Ну как все? Никак. Я не считаю, что нет. Потому что, когда 10 человек говорят одно и то же. В книге старобрядческая, не 10 человек, Я спросил у вас просто. В одном из трудов он об этом говорит. А я это, тогда Златоусу под сомнением, все мы... А он один об этом говорит. Он один говорит. Тысяча проповедей, только один об этом говорил. Ладно. А этом, в 31 разделе 100 главы поможете разобраться? Зачем разбирать? Я их разбирал. А там не сложно, там вот так написать. Я отдельно разбирал 100 главы, на него ссылаюсь. У нас даже висят в коридоре, там посмотрите. Но вы не хотите выйти. Не то, что не хотите. Благодарю вас. Мне все это пройдено. Зачем смотреть-то? Ну ты открой, давай, показывай. А ты ищи. Ты найди и покажи. Ладно, ладно. Как? Я тебя ткнул, а сам не знаю где. Так нельзя тоже. Ты мне покажи сейчас. Ну 31 глава. Ну открой сейчас и давай разберем. Давай. Открывай, где он? Главу. И давай разберем сейчас. У меня и времени нет на это, чтобы искать. Ну когда будет время, я вас не... Еще раз говорю. Ты один раз наткнулся, а я специально занимался этим. Когда я был в монастыре, Жан-Донвильском, сказал, сколько правил нарушается, в каком соборе, они мгновенно, давай нам, мы сейчас напечатаем. Мне эти труды брали в самый капитальный труд, богословский. Вон, настольная книга священнослужителей во всем томе. Должны были поместить. Я послал, но мне вернул, там Иннокентий был. Иннокентий, какая-то его фамилия такая, чуть не просверен. Что-то такое вот. Она у меня такая, обрезана книга, буква отрезана, и он не решился. А потом я отдельно издал. Ста глав. Тринадцатое. Тридцать первое? Так, нету. Давай. Вон, тридцать первое прошло. А, так, они нету у тебя, только говорится о чем? Это не стоглавый собор. Это не стоглавый. Ты стоглавый, дай то, как он напечатанный. А это о чем кратко? О чем? Библия о чем? Краткое содержание. О Боге, о спасении. Все, два слова. Но это же не Библия. Стоглавый собор. Ты еще, подожди, такой? 551. 551? И главное как? И собор сказал, ничего не менять. И как раз все отменили, а не по буквам. Это как мусульмане. А все это неправильно у вас в Библии свое написали. Так что мусульмане соглавый собор. А вот сверишь со старобрядческого. У меня было такое. Я начал сверять, а все не печатают, совсем не так. А я у Андрея Долгова был, а у него прямо савиное передают и, друг говорится, в руки. Там уже полностью содержатся. Гляжу, нету. Какие-то места выбросаны, как вот свидетели староживой башни-то. У них не сходятся с Библией. Они тогда написали новый, говорит, новый перевод Библии. Всемирный перевод. Это мы говорим о них, а у самих то же самое. Это очень серьезный вопрос. Он серьезно занимается этим исследованием отец Геннадий Фуас. Он работает с оригиналами. Давай, я тебе отвечу сейчас. Что такое? Если тебя это интересует, ты обязательно найдешь, покажешь, и дальше разговор пойдет уже по написанному. Вот у нас в коридоре, там в прихожей, в храме-то, и там, посмотри, 16 правил церковной дисциплины, и там указано Стоглавый собор. Какой пункт? Ты отсюда должен понять, что Стоглавый собор мы не отрицаем, а берем. Там показано двуперсно, а как благословлять и прочее. Кто написал? Стоглавый собор. Как старобрядцы говорят. А Христос молился двуперсно. А как? А так написано в Луке, я говорю, где? А вот написано, когда он возносился, благословил, ну и что? Ну, благословил двуперсно. А где двуперсно-то? Ну, а как? То есть он не может с этого сдвинуться. Никак. Так там дело в том, что вначале они как бы подписывают двуперсно, а потом уже похоже на трех пик. Препостных не было. Я о чем говорю? Ну, не было. Старобрядческая мысль. Это журнал. Это 11 том у меня. Чтобы увидеть, что я знаю, о чем говорю. А у вас нет этой книжки? Нету. У меня пожар был. У меня многое исчезло. А это теперь они напишут. Напишут. У меня оригинальные были. У меня даже библия при Лисовете изданная была. Изданная. Я переплел ее там, корочки такие. Она в Потеряевке, кажется. Я же здесь больше 10 библиотек образовал и все отдавал. В музей приходил, брали у меня. Гайка. Давай я налью. Положи. А то одной рукой снимает, а другой наливает. Все. Так. И наливать? Да, надо. Наливать. Так. Видишь, как вот тут у нас. Это отломано. А тут бумага лежит, чтобы придавить ее. И нужды нету. Новые не покупаем. У меня Надежда Васильевна стала разбираться. Я говорю, рубашку починить надо. Она взяла, а иголку ткнет, она раздирает дальше. Да ты знаешь, какая-то рубашка эта? Нет, я говорю, она 30 лет назад купленная была. А вот этот у меня абажур мне подарили его на бракососочетание. То есть, ну это 50 лет назад. И все, он у меня целый. Что-то я никак не могу найти. Может, это отдельно запишем? Потому что там не просто так. Знаешь, как Исаак Ньютон, когда его спросили о чем-то, он говорит, гипотез не сочиняю. Данных у меня недостаточно. Я неоднократно отвечаю, мне задают вопрос, данных недостаточно, я еще посмотрю. Ну и у тебя рассуждение должно быть, знание Библии. Так это или не так? А патриархи, говорит, я не советую никак. Никак. Лучше не скажи ничего, не знаю. Ну как не знаю, если это факт, ну что здесь? Ну какой факт? Молчанием предается Бог. Кого ты предаешь? Это выдумка. Куда прилеплять-то? Молчанием. Когда ты видишь, рядом согрешает человек и знаешь, истины не возвесил. А так молчанием предается, да куда слова-то лепить? Что ты где выступаешь? Конечно, я мирянин, я никто. Ну хорошо, ты Марк Обаму обличал, промолчал, предал Бога. А его везде сатана, антихристы подбивают и везде антихристы. Мы миряне, наше дело, кажется, у нас спрос другой, правильно? А есть епископы, есть священники. И вот сейчас есть движение непоминающих. Вы об этом прекрасно знаете. Я мирянин, никогда на это не смотрел. И писал, писал, у меня сохранились даже где-то, наверное, письма. Зачем бы меня горком партии это вызывали? Генеральным секретарям, в ООН писал, о масонстве. Ну вы еще, как бы, миссионер. Меня было за что брать. Я помню, написал письмо, сказали, только лично патриарху Пимену. Он здоровый такой был. И вот подходим вот так под благословение, а рядом с ним стоят эти его и подьяконы. Я вот так вот, как только благословил у меня, я ему конверт держу здесь, я ему раз, он руку даже не протянул. Он как стоял, так и стоит. А рядом, который был, у меня вот так потихоньку я здоровый, крепкий такой сидел. Я как будто бы на ногах не стоял. Я в толпу так отшатнулся. То есть их учат этому. И что, я перестал патриарха поминать. Так а что, вы не смогли как-то к нему попасть, передать? Никаких. Вы хотели просто в руки? Не ходил, да, не подпускает близко. Там милиция сидит. У него же охрана. Ну так поэтому он и не пошел. Ну я не стал, ты говоришь по этому. Ты меня спросил, я отвечаю. Я не пошел. И что делать? Я сразу к Зое Крахманниковой и уже на утро в Голос Америки передал мое послание. Что, кто делал это? Ты мне покажи, кто? А, ну, Талантов там был, который подал, да, там сильное было. Я пошел к отцу Глебу Якунину, с Александром Менем встретили, там сидели, Дмитрия Дудко. То есть я не сидел, я с огромным, он магнитофон какой, в сумке возил. провода с собой раскручивал, как в войну эти телефонисты. И вы никого не считаете, что претещен? Сохрани Бог даже от этих слов. Ни одного патриарха. Такую мысль даже богохульную. Молчанием предается Бог. Молчанием, когда ты видел, что безобразие творится на твоих глазах, и ты промолчал. Видел, знаешь. Я душой своей и сердцем присоединяюсь к непоминающим, потому что я вижу, что епископ и священник там минутный. Да, не поминай. Дальше ты не иди. Не поминай. Ну что дальше? Я нахожусь в сердце, в церкви никуда не ухожу. Это они отпали. Ну вот это, понимаешь, это не развитость. Я не поминаю его, но я не ухожу. Вот они... Что же это? Мы в храме стояли. Развитые все в экуменизм ходят. Власти и воинство. Мы никогда не кланялись. Я не участвую в молитве. Я это пропускаю. А дальше все и китини сходятся. Ну нельзя так. Одна хоть попалась. Я рыбу есть не буду. Там косточка. Время настало такое. Так нельзя. Из одной косточки всю рыбу выбрасываешь. Астана это хорошая. Человек разумный, он может везде найти полезное. Я когда об этом говорю, на меня нападают. Ну и что нападают? Вы хвалите мусульман. Вот я сейчас считал, как они заботятся о женщинах. И дяди, и братья, и дети. Все заботятся. А у нас ни один женщина не заботится. Ну возьми доброе-то оттуда. Нам же придется отвечать за все, что сказали, что сделали. Почему Григорий Ницкий говорит, что слово, оно воплощенность имеет. Ты сказал и не заметил. А оно слово, может, пронзило там все. Да не я-то придумал-то. Ну а люди-то сегодня что говорят? Они даже ни фамилии, ни имя, кто это сказал? Я спрошу, кто сказал? Ты не сказал. И никто. В них ник придумали. Ник, аватар. Что это такое? Кто знает? За этими словами что скрывается? Скрывается подлость. Что угодно говорят. Ты посчитай, что говорят сегодня на Путина, на Порошенко. Конца края нету. Я помню, был в армии, у меня там газета была, Дели Уаркер я был, покупал, американская газета. И вот там, тогда, а тогда был Кеннеди. Избрали они его. И до этого еще, кажется, был кто там. И договорились, чтобы не было карикатур на руководителей государства. Не было. Они договорились, и вдруг карикатуры исчезли, кукрынецы, перестали арестовать. А там целая книга рисунков была. Ну, можно же это договориться-то. Я не знаю. А за не знаю, Бог меня не спросит. Почему? Я рядом не жил, не знаю. Вот, кто это? Маленко? Ну, это один из еретиков. Вот это его. Это самый... Ты залез-то куда? Да я еще где-то... До кого ты зашел? Где 31 глава? Да Маленко-то кто он такой-то? Это фальшь одна. Ну, не знаю, что он там комментирует. Да вот, что он комментирует, он... Совершенно. Я из перечня выбираю. Я вообще не знаю, кто такой Маленко. Я расскажу про него. Ну, я тебе расскажу. Я приезжаю в Киев, а вот так говорят, в этот день, говорят, сегодня, говорит, Маленко арестовали. Я, говорят, что делал? А он, говорит, когда были там эти подземные, пещеры-то, и он туда спрятался, а он еще с собой взял по металлу эту ножовку-то и напилил ноги, руки, там два мешка набил мощей. Почему? Катакомбная церковь будет. И где он сейчас? Ну, сумасшедшим признали. Где он сейчас? Маленко-то. Он где-то там в Америке или в Канаде образовал свою вот эту мерзость, и называется, как Иоанна Богослова церковь. Иоанна Богослова. Кто его полагал? Кто его признает? Да никто. Ну, один из еретиков, потом ярых еретиков. Написано, что придет, тебе до того прибудет. Толкование-то где есть? А тот Серафим воскреснет, и он на этом все строит. Он ничего не знает. И в прошлое-то Амросия этот, говорит, Юрасов, ему там напоминает кое-что. Что такое? Ты сначала узнай, кто это говорит, а если это еретик, зачем от него брать? Ты не берешь, но другие это берут. Он там про меня говорит, что. Его спросили, Отец, Олег, а вот там такое-то, такое-то. Он ничего не знает, не встречался, не считал. У него ответ готовый. Раз это не с ним, то враг. А Христос говорит, кто не против вас, вот почему. кто не против. А он за нами не ходит, и мы запретили ему говорить. За нами не ходит. Не сказали, что рядом с нами, с нами, но за нами. За. Ну ладно, тогда это... Игнатик Игнатьевич, ну все, мне идти надо. Да, Это если будет время, отдельно мы почитаем просто. Патриарх благодатный, все на этом.